В 1963 году венгерской фирмой Икарус был сделан фургон-рефрижератор Икарус 404. Внешне фургон напоминал как отечественные барбухайки, рождённые на авторемонтных и прочих заводах, так и подобные рефрижераторы на базе ПАЗ 672, ПАЗ 3742. Последние появились лишь к концу следующего десятилетия. Рефрижератор Икарус 404 демонстрировался в СССР на выставке венгерской автомобильной промышленности в 1963 году. Выставка проводилась 6-11 сентября 1963 года в Москве на территории 1 автокомбината главмосавтотранса. Кроме рефрижератора на выставке были продемонстрированы автобусы Икарус 556, Икарус 557, Икарус 55, Икарус 180. Сидельный тягач Чепель Д-705 с двухрезервуарным полуприцепом цистерной несущего типа для перевозки топлива, полноприводный автомобиль Чепель Д-344. Сидельный тягач Чепель Д-450Н с однобункерным полуприцепом цементовозом несущего типа Д-450-86-41. Сидельный тягач Чепель Д-450Н с двухбункерным полуприцепом цементовозом Д-450Н-51. Сидельный тягач Чепель Д-450Н с двухрезервуарным полуприцепом цистерной несущего типа для перевозки топлива. Передвижная автомастерская на шасси Чепель Д-450 и Думпер Дутро ДР-50. Несмотря на необходимость такого спецавтомобиля, Икарус 404 в серийное производство выпускать не спешили. В серию на следующий год пошел уже другой рефрижератор под этим же индексом. Округлые формы сменили прямые линии. Внешне венгерский фургон напоминал подобные фургоны Тартусского авторемонтного завода. Удивительно, что дизайнером барбухоеподобного рефрижератора был Ласло Финта, кто создавал облик легендарного Икаруса 200-й серии. Данные по выпуску и эксплуатации этих фургонов в интернете практически невозможно найти, даже на венгерских интернет-сайтах и форумах. По всей вероятности Икарус 404 выпускался небольшими партиями с 1964 по 1968 год. Если вы обладаете большей информацией, поделитесь ею в комментариях. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео.